Уезжает Эдик, собирается, мама провожает. Кто в Москве, приходите завтра. 5.30, 12 вагон, 26 поезд. Двое с половиной суток сама Эдикова. Такой день первый показался, рано утром встретили, хлопцы поехали на вокал, я осталась. И так вроде много пошло, все. Ну ничего, хоть ты душу отвела, увидела. Хоть душу отвела, увидела. Ну конечно, я сколько скучала, боже. Она только лежала в больнице, сказала, Эдик, едет, едет. Вот здесь, когда лежала, каждый раз. Звонил Эдик, или не звонил? Звонил? Да, едет, говорю, 6 числа. Хотел не сказать, думаю, что все прийти. Любой пальчик разрежет больно. Это трое, деток, за всех переживаешь. Да что я делаю, он же не ездит, тут все у нас. А то что в суток? А, то в коробке. Спасибо за суток. Это вы этому не увидела, Эдик, который нас на Новый год приглашали? Кого? Паша и Наташа. Вот это они давали хлопцам в коробках, только, говорит, с отдачей. Все, чтобы оставалось, и рыба в шубе, и холодец. Это мы, мама, сегодня они сейчас приедут до нас, мы с ними сейчас встретимся. Они сейчас приедут сюда, ну, перед отъездом, минут на 15 раньше, попьем чай и поедем с ними. Они нас отвезут. Отвезут. Ну, слава Богу, слава Богу. Такой Паша меня на руках нес километра два. Ты представляешь, жена идет сзади. Вот, как бы жены не было, маме и Паша понравились. Знаешь почему? Там же вот эти все процедуры, что сюда, что куда эти шланги. Под низом. И до этого, что под низом, надо дойти было нам до Санкт-Прокусника. Ну, вот это лежит быстро, которая... Для того, чтобы я не шла с этой палкой два километра, он меня хватает на руки. Сзади идет жена, быстро так несет, а впереди мое пальто там несут ребята вот эти. А я говорю, Наташа, говорю, да боже мой, на руках. У меня, говорит, 60 килограмм. Она говорит, Татьяна Васильевна, он у меня спортсмен, 60 килограмм, это для него ерунда. И принес их до этого, где пропускники меня оформляли, и потом мы ехали. Ушелья палата на седьмой этаже. Это наши торбы уже. Может, еще поезд отменят. Да? Обратно приедут. А у тебя нет паспорта с собой? Нет. Ты ничего не забыл, сынок? Билеты, документы, золото, все забрал? Да, 3 килограмма золота, бриллианты. Ну, так можешь забыть, мало ли чего. Надо не оставать ничего. Даже в больнице я когда шла, говорю, забираем все, чтобы туда уже не попали. Так, уже не все собрали, да? Да. Это лапочки надо отдать. Застегивай, Эдик. Обувайся. Обувайся. Все вырастегнуты все. Обувайся, потому что пойдем уже, наверное, подъедем. Да будем ждать, да, должна позвонить хозяйка. Обувай, Эдик, обувай. Ну, что, мам, как будет все хорошо, мы уже поедусь. Да, Бог, да, пускай, конечно. Может, там что-то другое вообще не такое, что мы думаем, поэтому. О, дай Бог, дай Бог, сынок. Эдик, я сегодня... Чуть-чуть потеплее поедусь. Я же в Савалке говорила. Да нет, Савалка, смотри, если все нормально, без разницы, когда... Не, ну, можно все равно, что-то там есть, можно лечить. Эдик, слышишь, я когда левела днем, и чуть-чуть глаза закрыла. Где-то вы здесь ходили, телевизор работает. И вот так, раз, гляд, резко просыпаюсь, показалось мне, что я падаю в яму, в яму упала. И потом раз, оттуда и выскочила. И все, и просыпаюсь, сама говорю, сама ко мне такое смело. Может, действительно... Может, проскочишь, мамой, в цей раз. Может, выскочу, да, может, выскочу, черт его знает. Похудала, да, я даже здесь на 3 килограмма похудала за 9 дней. Первый раз... Ну, ты же не ела такого ничего, ты же была на диете, в принципе, понимаешь, поэтому ты похудела. А такие процедуры все переживала, боже мой. Одно за одним, за одним, за третьим, вот эти шланги, ужас один, что только они делали. Самолка, а вот это брали у меня в последний раз, как оно называется, бронхоскопию. Это что они там брали? Они смотрели бронхи и брали на бактерии какие-то там. А, я спросила, вы взяли, они говорят... Они взяли, да не то, что надо. Я, правда, раздумала, что с легких. Не, не, я тоже думал так. На бронхе, туберкулеза нету, ничем нету. Ну, туберкулез неизвестно. Бывает закрытая форма, да? А, бывает закрытая. Может, закрытая форма туберкулеза. Может, я простыла там на остановке. Может, я там на остановке сидела, там сквозя, где я сижу на булочке, где торговала. Может, там просквозил. Черт его знает, что он. Очаги какие-то. Я ничего не чувствую, ничего не болит, не кашляю. Хрен его знает, что оно такое. Это я придумал специально, чтобы тебе сюда привезти, чтобы деньги заработать. Ух, не говори, это какой-то дурак не придумал. Это ж не я. Это ж не я, что придумаешь, что хочешь. Спасибо тебе, Самуэлка, что помогла тебе. И сумочку хорошую привез, и все время с ними. Слабо и рада, что вы общаетесь. И если что-то непонятно, звони, он тебе расскажет все. Хорошо, может, там по-своему не будет понятно. Звони. Ирочке, приятно, что отнимайте. Хорошо, да. Так, вещи готовы, а это наши. Что, будем выходить? Мы тоже будем до Киева, с Киева дальше. А как же девчатам, Самуэлка, поразвонишь? Что мы пролетаем транзитом. Что мы с этого сразу едем домой. Девочкам пролетишь. Мы в Киев приезжаем. Они знают, но привет передавали Тамара, Люба, Света. Спасибо. Хорошо, мы сразу едем, до них не заезжаем. Да, мы восемь. Обычно у нас имя Марка, их племянник, вот такие люди. Встречают, где бы мы не пролетели. С Египта. Провожают сюда. Да, встречают, провожают, ночь, день. Три сестры живут на семной квартире. Все, мама, давай. Давай. Уже подъехали? Да, все. Так, молоденчик, давай, сэр. Всем привет, сынок, хорошо, я встречаю, дай бог, что все хорошо, я приеду, сынок. А если много будет, приезжайте. Блин, не плачь, ты, чтобы я к чоку. Кто-то за рот, там паспорт делай, ладно? Я буду ждать вас всегда, хоть машиной, хоть поюта. Никто не просит. Все, 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 иди, 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 иди. Гриб, ты обстепенец, гриб, обстепенец. Гриб, веселка. Ну и плачь, ты, пошлите. Хватит, мама, не плачь на дорогу. Блин, приехали, 7 минут осталось. Мы думали, 40, а он 19, 20. А мы стоим лялякаем. А 13-й вагон туда? Туда. Ой. Спасибо, вы видите, наверное. Да мама наплакала, блин, что останешься. Бежите, шипздык. Адамян, малыш. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Да ничего еще не... Ой, кошмар. А мы едем в такси, спокойно, я думаю, в 19.40. 19.40. Ой. Так, так. Все, слава вам. Спасибо. Ну не плачет. Ну не плачет. Ну не плачет. Ну не на 12 лет. Не плачете. Все, увидите, да. Ну не плачете. Ну че ты. Ну не плачет. 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 Давай, плачет. Все нормально. Москва ждет тебя. Спасибо. Спасибо. Все, этих. Удачи. Спасибо. Приятно было познакомиться. Приезжать на... Такая страсть. Давай, мужчина, иди. Давай, с Богом тебе. Давай, давай. Давай, давай. Все. В Москве привет. Постоим, давай пока не уедет. Давай. Ты что, не через Караганду? Ну да. Я сама из Караганды. У тебя 38-й там... Последняя. Да не плачет, Господи. То по Израиль зайдет. Конечно. А я плакала, когда вы встречали. А я думаю, она кто-нибудь придет провожать. Просто что у меня... А, ты знали, когда поезд, да? У меня, я... Просто вы сказали 26-й, а тут пальцем... Не, да. Не надо гадать. Просто 22-40 у вас, по-моему, 22-48 поезд. Я просто... У нас, да? По-моему, 22-44 у нас. У нас 22-45. А, или 45-45. Давайте лучше пораньше приезжать. Ну да. Я просто не смогу... Я здесь уже с четырех часов с работы ехала сразу, чтобы мне это сам. Ну да. Нам сейчас надо тоже... А сын же не поверит, что я... Мы еще не собрали. Нам надо еще собрать. Ну вот сейчас пойти. Хорошо. Это будет хорошо. Да. Всего тебе доброе. До встречи. До встречи. Оля, спасибо. Спасибо тебе, Айтик. Проезжай к нам. И к нам тоже. Спасибо. Плакала? Плакала, мама. Плакала, мама. Пусть я всегда в записи смотрю. У меня не получается. Поэтому я... А тут я просто уже чисто... Думаю, нет. Я не упущу такого шанса. Плакала, мама. 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 Сейчас надо подвисываться. У меня не получается. Я пока еще немножко не владею с ним. Плакала, мама. Ну... Плакала, мама. Ну... Айтик мы еще увидимся обязательно. Приезжайте к нам летом. удачи тебе почему вы не через не в днепрепетровска до киева а вы там пересадку сразу делаем это светлана из минска пришла вычислила когда этих уезжает пришла говорит ждет быстрее быстрее бегите я уже не могла я четырех часов тут я уже и вагон и все и все на связи ну просто переживала что я знаю что вы будете провожать она похоже мне не получится это сувениры привезла потом покажу